История на реально нереальных событиях. И очень поучительная история. И интересная. Итак, мужик. Ему примерно 35 годосиков. Зовут его, ну допустим, имена я не буду называть настоящие. Допустим, его зовут Игорь. Игоречек работает журналистом. На некую газетенку, где пишут правду. И он такой правдабол, который пишет постоянно какие-то такие вещи, которые настоящие вещи. Понимаете, настоящие. Сами знаете. В наше время услышать правду и настоящие вещи, это невозможно. Это же все прикол, понимаете. А настоящую правду не разрешают никому говорить. Но этот парень, Игорек, всегда топил за то, чтобы его строчки в этой газетенке были настоящие и правдивые. И сленг у него был классный. Он это все выдавал с юморочком. И это было смешно. И он мог употреблять маты, маты. Матерные слова были также в его лексиконе. Кому-то, возможно, это не нравилось. И как-то раз он приходит на работу, и его начальник говорит ему, Игорек, дело в том, что нашу газету покупает компания «Штабун Убл Вимбель Дан». А эта компания такая была очень серьезная, очень богатые и влиятельные люди там находились. И понятно было сразу же Игорьку, что теперь правду он писать не сможет. Ибо вся та правда, которая будет писаться, это будет пропаганда и тудыськи, и мудыськи. И Игорек говорит своему начальнику «Я ухожу». И передайте своему теперь спонсору, продюсеру и главному, что «Я ухожу сам». А этот ему, его кореш-то, ну, тот чувак, который был владелец этой газетенки, он был его кореш. И он говорит, слушай, давай хотя бы я тебя уволю сам. Ты получишь пособие, 13-ю зарплату. За три последних месяца, ну, все будет по чесноку. Он говорит, нет, я, говорит, увольняюсь сам, чтобы он знал. Он говорит, ну, кто он, ты думаешь, а тебе будет известно? Ну, кому ты нахрен нужен? Про тебя даже никто не узнает никогда в жизни, что ты ушел типа сам. Ну, ты хотя бы с ловешкой сейчас с небольшой останешься. Он говорит, нет, fuck you, и уходит с работы. И начинает всем звонить и писать, куда бы ему типа устроиться на работу. Нет, чтобы стать блогером. Я просто не понимаю, почему он так делал, Игорек. И он звонит своему корешу. Я не хочу называть его настоящее имя. Пускай он будет Хубабуба. Хатуба, ой, Хубабуба. Мне нужна работа. Хубабуба, братан, приходи. Игорек приходит в офис к Хубабубе. Сейчас, секундочку. Думал, в этом местечке никто меня не побеспокоит, но вот этот мужик уже третий раз, третий раз туда-сюда. Что он здесь наяривает? Нет, чтобы впилиться туда куда-нибудь за горизонт. И все, идти прямо. Нет, надо вокруг меня туда-сюда ходить. Игорек с Хубабубой зависли в рейстике, шоты, моты, все дела. И Хубабуба говорит, Игорек, пойдем сегодня на тусу. Очень такую клевую. И там будет очень много всяких разных, конечно, богачей. Тебе вся эта тема не нравится, но там выступает группа Губы. Игорек, группа Губы? Он говорит, да, группа Губы, наша любимая группа Губы. Три-три-три сестры. Он говорит, пойдем. И они еще дали-дали и приходят на эту вечеринку. А там реально очень какая-то пафосная вечеринка для взрослых. Нет, для малолеток. А чтобы вы понимали, как выглядит наш Игорек, я не знаю даже, как его описать. Ну, примерно так, как на этой фотографии. Да. Лицом он похож на Шрека немножко. Ну, бороденка ухоженная. Более-менее ухоженная бороденка. Полупухлик, полутолстяк. И в прикиде адидаса 98-го года. Короче, разноцветные спортивные одежды, узкие штаны. Как 19-летний щенок-подросток выглядит. Игорек, и это его бэби-стайл. И эта дебильная кепка. Не, реально, вот похож на этого актера. Один в один. Когда представляете Игорека, представляете вот этого кренделя. И в этом прикиде Игорек приходит на эту очень пафосную вечеринку, где все в смокингах, в галстуках, в бабочках очень серьезно выглядят. И группа «Губы». Группа «Губы», группа «Губы», группа «Губы»! Подстречай за нас с аплодисментами. Группа «Губы» играет вовсю. Всем нравится группа «Губы». Игорек смотрит. А там такая красивая девушка тоже танцует под песни группы «Губы». Так, там все танцевали, но она такая прям... Прям классно танцевала, прям как надо. Когда нужно танцевать под группу «Губы», нужно танцевать вот как-то особенно. И так особенно танцевала она. Три сестры! Танцы! И он вот так усмоет на нее и думает, ну, млядь, что-то знакомое у нее хлебало какое-то. А Хубабуба говорит, гляди, говорит, это этот самый... Короче, как ее должность? Она очень... Короче, второе лицо после президента. Представляете? Это серьезная баба. Пресс-секретарь. Давайте будем называть ее пресс-секретарь. Все должности и все фамилии и имена, они, естественно, выдуманные. Кто-то опять прется. И зовут ее Тамара Михайловна. Тамара Михайловна, второй человек в стране, она госпресс-нарко-контроль... Секретарь! Госсекретарь! И он говорит, бля, это же госсекретарь! Хубабуба говорит Игорьку. А Игорек, да я знаю, что это госсекретарь, но... Бля, я не только знаю, что она госсекретарь. И Тамара Михайловна тоже такая танцует... А Игорек очень выделяется в этом, прикиньте. И она такая... И так вот они друг на друга смотрят. Она и он. И так они смотрят друг на друга. И Игорек пошел на улицу. Вискарико бэм, шампусико бэм, пивачком бэм-бэм... Хубабуба говорит, блин, какого хрена? Тамара Михайловна на тебя смотрела. В чем прикол? Он говорит, блин, чувак, я ее знаю. Он говорит, какого хрена? Ее все знают. Она госнаркосекретарь, пресс-президент, т.д. и т.п. Он говорит, нет, чувак. Он говорит, она... Короче, когда я был мелким, мне было лет 12-13, моя соседка за мной приглядывала, когда родители уходили. И это было частенько, короче, это моя няня. Она была моей нянькой. Я всегда думал, что, блин, эта телка, это моя няня. Но сейчас вживую, увидев ее, я врубаюсь, что, блин, да, она моя няня. Я прошу прощения, сейчас они пройдут. Типа я сижу просто. Слава богу. Слава богу, они не ограбили меня, а то столько аппаратуры. Самокат. И они треплятся на балконе, и такой бугай-охранник подходит к ним и говорит, «Молодой человек в кепке в Олимпике, вас зовет пресс-насгоссекретарь Тамара Михайловна». Бабуба говорит, «Братан, что, как, почему, я твой душ отоптал, иди к своей няньке». И Игорек такой подходит к ней. «О, что, кого там?» А он такой прям очень простой парень. Она говорит, «Блин, я смотрю на твое изнеможденное хлебало, и мне кажется, что я тебя знаю». Он говорит, «Да, да, 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 Тамара, ты меня знаешь. Ну, допустим, мне лет 12». И она говорит, «О, мой гад, Игорь Хаканович». Он говорит, «Да, я Игорек Хаканович». Она говорит, «Охренеть, обалдеть, говорит, а я думаю, что знакомое лицо». Он говорит, «Да, да, ништяк, что, кого». Эти все рукопожатия, это, конечно, гибилизм. Но она с виду серьезная баба. Чтобы вы понимали, на кого она похожа. Ну, вот, эта актриса, видите, именно она. Один в один. Один в один. Только ей примерно 39 лет. 39 лет и вот такое лицо. И, короче, они чуковохи, хихихаха. А, оказывается, она была его действительно нянькой, сидела с ним. И у них был прикольный треш-мнеж. В 12 лет он был такой же, как и сейчас. Такая огромная туча прилетела. И я вижу, как капельки уже капают на мой офигенный этот фотоаппарат. С офигенным объективом. Если вы не заметили, я еще купил сюда фильтр. Фривелловский. 2-5 стопов. За... Извини меня, он стоит 10 тысяч рублей. Один гребаный фильтр. Очки для моего фотика. И сейчас, если пойдет дождик, что прикажете мне делать? Прыгать в воду? Кто бы мог подумать, что эта долбанная туча прилетит и будет сейчас здесь капать свои капельки? Она вывела меня из всей этой колеи, из этой истории сумасшедшей. Я слишком подробно, мне кажется, рассказываю. Давайте, чтобы побыстрее все это произошло, я буду торопить события. Эта девчонка, когда Тамара Михайловна госнаркосерпенариум, она в тот момент, когда была его нянькой, ей было старшей класса, а ему было лет 12. То есть где-то примерно 4-5 годосиков у них разница. И она была тоже такая идейная, она баллотировалась в президенты школы. Там какие-то у них были свои ролевые игры, я не знаю, что это было за школа, у них интернат. Но у них были какие-то свои такие приколы. И когда она придумывала речь, когда она придумывала, какие идеи ей нужно задвинуть, чтобы пройти в эти президенты, она все это рассказывала мелкому Игорьку, и Игорек со соплями, со слюнями, с энтузиазмом слушал ее, закидывал ей свои идеи. И хоть он был и мелкий, он был прикольный такой мелкий, который нормально тоже соображал, понимал, вдохновлялся ее идеями, вдохновлял ее идеи. И это были такие малолетки, которые так общались в детстве, когда она была его няней. И был момент, был момент, в чем был момент, что когда один раз она что-то ему там вот это вот впаривала о том, как она хочет баллотироваться в президенты школы и какие у нее есть идеи, он подошел к ней и поцеловал ее. И они, извини меня, с языком засосались, ей 16, ему 12, и это был такой прикол, но в этот момент у него, у него встал член, и у него встал член, и в этот момент выходит ее парень, а ее парень тоже был с ними, какого хрена он был с ними, я так и не понял. Но он там играл в приставку, пока они развлекались. И он заходит, она его отталкивает, и он стоит с таким вот хером, и пацан над ним поржал, посмеялся. И она посмотрела на него и сказала, извини, так ведь неудобно и неловко вышло. Вот такие воспоминания остались и у нее, и у него, и не виделись они много-много лет, но здесь они встретились. Они встретились, и Шуры-Муры, Вась, Тоси-Боси, Муси-Пуси весело общаются. Во время их общения на этом приеме подходит такой мужик, ну, лет 80, такой с кривой, косой, говорит, «О, Тамара Михайловна, госпресс-наркодроль, давно жду вашу встречу, давно мне хотелось бы с вами поговорить». И он такая, «А-а-а-а-а-а». А до этого, когда она видела, что этот хер идет, она говорит, «Блин, идет этот хер долбанный». Он говорит, «О, блин, да, в натуре этот долбанный хер». А оказывается, это долбанный хер. И купил ту газетенку, в которой работал Игорек. И именно из-за него Игорек и уволился с работы. Она говорит, «Блин, он постоянно хочет со мной встречи, говорит, а я соскакиваю, и сейчас мне тоже надо что-нибудь придумать». Он говорит, «Да, мы сейчас что-нибудь придумаем», – Игорек и говорит. Подходит этот мудель. Она соскакивает, типа, «Ой-ой-ой, говорит, сейчас, секундочку, мне нужно кое-что там припудрить носик». Соскакивает. Этот богатей, такая сучка, типа, постоянно она соскакивает. А Игорек не выдерживает, подходит к этому богатею и говорит, «А вы знаете, что вы коррумпированные сволочи, из-за которых происходит в стране постоянно полная залупа, и именно из-за таких, как вы, нету правды в стране, и мы обязаны плясать под всю вашу дудку». И, короче, бла-бла-бла, все это несет. Этот такой говорит, «Так, ребята, охранники подходят, хватают Игорька, и Игорек случайным образом падает с лестницы, кувырком перекатывается, просто бах-бах-бах, потом встает, потом опять кувыркается, и просто плашмя лицом, и бах-бах, как дух, бьется об капелях своим лицом. Это все видят. Это видит также Тамара, просто в шоке. И она также видела, как он кричал и возмущался чем-то. И все, Игорек ушел с этого праздника, а Тамара едет в своем лимузине. У нее есть два падавана, мужик и баба, которые ее команда, типа. И она смотрит уже видос в Ютубе, где этот мальчишка Игорек, 35-летний мальчишка, ее бывший кореш, ну, как все это происходило. И эти ее помощники говорят, Аркадий Степанович Богатей, это тот мужик, который выкупил его газетенку. Она говорит, а, понятно, теперь понятно, почему Игорек на него наехал, все понятно. И все. И тут оказывается, что Тамара Михайловна собирается баллотироваться президентом. И нынешний президент ее в этом поддерживает. А сам президент нынешний, как и все, наверное, нынешние президенты, ну, так себе президент. И помимо того, что он так себе, он еще типа актер. И вообще он покидает пост для того, чтобы быть актером. Ему это больше нравится, чем быть президентом. И он говорит Тамаре, говорит, Тамара, я тебя буду поддерживать в твоей предупрежденной компании, а Тонка очень хочет быть президентом. Это прямо ее мечта детства. Он говорит, поэтому он говорит, все, поништяку, делай все по красоте, как обычно, и все будет у тебя по красоте. Я тебе во всем подскажу, помогу, там закину, задвину, все будет уничтожено. Это президент Тамаре говорит. И помощники Тамары говорят, слушай, Тамара, ну, мы тут рейтинг задвинули, был опрос, там, все говорят, да, ты красивая баба, да, умная, идейная. Но тут есть минусы в некоторых пунктах, там, вот такой минус, а такой минус. С юморком у тебя тоже борода пишут, что, как бы, с юмором у тебя, как бы, голяк. Этот вопрос надо порешать, поэтому мы предлагаем нанять спичрайтера. Спичрайтер – это те мудаки, которые пишут речь. Спичрайтера с юморком, чтобы было, чтобы писал тебе речь, там, под стать, там, там, твоей мировоззренческой парадигме юмористического коллапсиса. Поэтому вот тебе список кандидатов, репортеров, там, посмотри, кто тебе ближе всего. И она, ей интересно же, интересно же очень, она нашла Игорька в интернете и начала читать его статьи, ржет не может. А у него прям такие убойные статейки, там прям матом написано, так, это залупа, это полная залупа. И пошла вода горячая, и он там описывает какие-то те вещи и своим языком, своим сленгом, простым языком, как говорится, простыми словами. Все это смешно, но с матами, что греха таить. И все это правда, то есть это настоящая правда. Она ржет, ржет и зовет своих подаванов и говорит, «Короче, давайте прикольнем, зовите Игорька, пускай он будет моим спич-райдером». Она говорит, да вы прикалываетесь, ну, это, ну, брать в команду этого Шрека, ну, как бы это тоже бьет по имиджу нашей предвыборной кампании. Она говорит, вы хотели, чтобы я юморила, прикалывала? Мне его юмор заходит, я вот читаю его статьи, мне кайф это делать, мне смешно реально. Если он не будет справляться со своей задачей, мы его уволим. Если все по ништяку, то как бы по ништяку, что там, приоденем, побреем, все будет нормально у него. Они говорят, ну, ладно, заметано. И, короче, они его приглашают к ней, он, конечно, в шоке, он вообще как бы не понимает, нахрена его пригласили. Сейчас, секундочку, дело в том, что там наверху люди на меня вывыпили свои зенки, проходят мимо, сейчас я на них козов посмотрю, что, типа, ну, типа, 7 баланса, вот, все нормально. На чем я остановился? А, так вот. На чем я остановился, я забыл. Скажите, секундочку, на чем я остановился? Я забыл, я забыл, я все забыл. Все забыл. А, Игорек не в доумение приходит в белый дом. Или в зеленый. Я не помню, какого цвета был дом, но это было, ну, какой-то собес, в общем. Приходит в этот собес, она говорит, Игорек, я хочу предложить тебе работу. У меня сейчас будет тур по 100 странам или 150 странам, и я топлю за экологию, деревья, моря. Я не знаю всех подробностей, за что топила Тамара Михайловна, но это что-то хорошее, доброе. И она хотела бы, чтобы в этом ее поддержали другие страны, они бы там какой-то закон вмандилили, и все было бы хорошо. Эко, земля, природа, деревья, трава, вся эта херня. Это та идея, которая у нее искренняя, и этой искренней идеей она хотелось бы добиться. И поэтому у нее такое будет глобальное путешествие по миру. И она ему все это рассказывает и говорит, и это все путешествие также, конечно же, завязано на то, что я буду баллодироваться, баллодироваться в прессике. Он говорит, да ну! А он, она говорит, да! Он говорит, нормально, чем. И ты будешь моим спичрайтером. Мне написали, были какие-то опросы, что у меня борода с юмором, ты вроде с юморком, и ты меня тем более знаешь. Я думал, будет класс. И Игорек такой вот... Говорит... И сколько у меня есть времени на подумать? Все такие, переглянулись, вся команда, типа, чего он охренел? Она говорит, подумать? Говори сейчас. Он говорит, ну, тогда нет. Все, конец. Это конец истории. Спасибо. С вами был Евгений Ширеев. Это сейчас был пранк. Это был пранк. Это продолжение есть. Она говорит, почему нет? Он говорит, потому что... Да потому что, говорит, Тома, ты хорошая баба. И в детстве ты, конечно, красава была. И все так идейно ты лепила. Но сейчас, сейчас мне кажется, что тот презик, который топит за тебя, он долбаёб. Вся вот эта твоя движуха, про которую ты рассказываешь, эко-мэко-пэко, ну, всё это только на словах. Я больше чем уверен, что до дела хрен что дойдёт. Потому что ни хрена никогда не доходит ничего до дела. И писать красивые речи, вот эти все дела, не дела, чтобы это было просто всё впустую. Заниматься пропагандой тебя, говорит. Потому что, ну, хрен поймёшь. Как бы... Что там у тебя в голове, я-то не знаю. Она такая смотрит на него, говорит, Игорёк, говорит, слушай, говорит. Я, говорит, хочу стать презиком. И хочу действительно этот мир изменить, поменять и сделать его совершенно другим, никаким. Он был. И мои все мысли, идеи, они искренние и для народа. И, конечно, если ты не хочешь, можешь не вписываться. Но если хочешь, можешь вписаться. Так ты впишешься. И он говорит, изменить мир. А, и он говорит, спасти мир вместе с тобой. Без бульбулятора. И они вот так вот, кулачками, и всё. Пошла жара. И они начинают этот грандиозный тур по всему миру. Они летят в самолёте. Офигенный самолёт. Turkish Ireland. Всё. Шампусик. Всё делают по красоте. И он говорит, слушай, говорит. А он, его взяли, не только... Конечно, я всё наврал. Я всё наврал. Его взяли не спичрайпером. Его взяли только, чтобы писать какие-то приколы, которые потом настоящий редактор и спичрайтер будет вставлять в её текст. И он накидал какие-то приколы. Подходит к ней в самолёте и говорит, Том, смотри, я накидал какие-то приколы. Она говорит, она почитала. Там что-то жопа, писик, кака. Ну, короче, какашки. Ну, короче, она говорит, ну, это всё, говорит, смешно, но надо быть посерьёзнее. Он говорит, базара ноль. И что-то он ей задвинул красивое. Прям очень что-то красивое задвинул. И она ему что-то задвинула красивое. И он ей говорит, слушай, у меня, говорит, возникла идейка написать тебе полностью текст. Она говорит, ну, цепани. И наутро он к ней подходит и говорит, Том, держи. Она читает, говорит, офигенный текст. А там были связаны моменты с её детством. То, что он в ней помнил, а как оказалось, он помнил в ней до хрена. Прям он все те какие-то разговоры, которые были у них в детстве, он это помнит дословно. Он помнит её прям очень хорошо. Понимаешь? И он пишет офигенный текст, который завязан на её детстве. Бла-бла-бла. Ну, прям про неё. Она читает, прям офигевает. Прям моё, говорит. И ещё этот текст написан с нормальными приколдесами. И они приходят на это мероприятие какое-то очень солидное, где в конце она, как госнаркосерпетарь ЭКО, должна выступать. И один из падаванов подходит к Игорьку и говорит, так, у тебя есть 15 минут, чтобы из этого текста вычеркнуть всю движуху, которая касается там воды. Ну, типа там, они же ЭКО, МЭКО, там вода, деревья, там девянушки. Он говорит, я не буду этого делать. Какой вон нахрен воды. Она говорит, там некоторый президент один, он отказался от всей этой темы, поэтому это нужно убрать вообще полностью. Он говорит, да не буду я это убирать. Она говорит, ты придурок. Говорит, это нужно убрать и всё. И он какой-то кипиш поднимает, побежал на сцену, компьютер вырвал. Короче, позор какой-то устроил. И Тамара подошла к нему на улицу и говорит, ты придурок. Он говорит, какого хрена ты чё творишь? Здесь серьёзное мероприятие. Концерт устраиваешь, позоришь меня. Он говорит, почему ты хочешь из текста это удалить? Он говорит, это, говорит, не обсуждается. Удалить и всё. И он опять задвигает ей какой-то бешеный текст. Говорит о том, что вот это то, о чём я и говорил. То, о чём я и говорил. Что всё, что сейчас мы с тобой делаем, это залупа. Это просто бла-бла-бла-бла. И по факту ничего. И убирать из текста то, что ты хочешь убрать, это убрать основу всего того мероприятия, которое ты делаешь. У тебя есть какая-то глобальная идея. Ты хочешь её не то что рассказать, ты хочешь её реализовать. Но сейчас ты берёшь и 70% вырезаешь из-за того, что там кто-то чего-то не смог, кому-то сказал. Опять идёт вот эта хрень. И в этой хрени, говорит, я участвовать не буду. Поэтому иди, ты, Тамара, нахуй. Тамара, конечно, охренела от такого диалога. Ну, короче, она охренела. И наутро к нему она подходит и говорит. Извини меня, Игорёк. А он говорит, Тамара, ты извини меня. Я некрасиво себя повёл. Действительно, я тебя позорил. Там какой-то концерт устроил. А она говорит, ну, ты прав. Ты прав, говорит. Пошли они все. Будем делать, как вот мы делали. И ты прав. Закрепили эту движуху. И, короче, всё классно. Она ездит по городам и сёлам. Речь у неё прикольная. Она там нормально просто прикалывается. И причём прикалывается от души. Почему? Потому что Игорёк к ней подошёл и говорит. Тамара, эта речь была написана о нашем, грубо говоря, детстве. О твоей, я не знаю, предвыборной кампании школьной. Я тогда тебя знал. Сейчас я плохо тебя знаю. Поэтому можно я буду вопросы тебе всякие задавать, а ты будешь на них отвечать. Чтобы узнать тебя получше. И эти приколы уже были, ну, нынешний тебя. Я же не знаю, какого хрена там у тебя в башке. Она говорит, да, базара ноль. Но он говорит, времени у меня не так много. А у неё расписание пипец. Ей посрать даже. Некогда. То есть это такое расписание. Каждая минута занята. И единственное время, когда они могут поговорить, это сидя в машине, когда они просто идут. Когда они, ну, в общем, их беседа, эти вопросы, которые он ей задавал, они проходили в темпе, в ритме жизни. Вот прям вот так вот они вот прям идут куда-то и постоянно он с ней разговаривает. А до этого, чтобы вы знали, он даже не мог, не имел права с ней рядом идти. Потому что она серьёзная баба. Я говорю, так, иди сзади. А сейчас они на расслабоне и ходят вместе. Он в этом дебильном прикиде. И постоянно он что-то ей вопросы задаёт. И она ему отвечает. Потом она вопросы. Короче, они подружились. Подружились прям, прям знатно. Хихоньки да хахоньки у них. И вопросы такие уже личные. Он ей говорит, ну, а что, ковбой-то у тебя есть? Она там застеснялась. Говорит, да там, сям, там, премьер-министр там вроде Канады. Мы с ним вроде как Шуры-Муры. Ну, мы с ним один раз там пососались. Но не более того, как-то там, я даже не знаю, Анна. Он говорит, а у тебя? Он говорит, да, у меня тоже так борода там, что не особо с кем-то встречаюсь. И она говорит, ну, а так-то, говорит, ну, с кем я буду встречаться? У меня в неделе только пять минут, чтобы вот посидеть на горшке, спокойно погадить. Я занятая как императрица. Времени вообще нет. И заводить отношения я просто даже не знаю, как это можно замутить с тем долбаным графиком, который есть. Это просто невозможно. Выделять мужу пять минут в неделю, чтобы просто поговорить, ну, я пока не представляю, как мне жениха себе найти и все дела. Он говорит, ну, понятное дело. Но в то же время, чтобы вы понимали, за весь этот период времени, давайте, допустим, они там три недели летали по всему миру, они были вместе постоянно. И эта коммуникация была у них постоянно. Янна, то есть спичрайтер и госнаркодекция, эко-публикция, секретарь. И в одном из, в одной из стран они попадают в блудняк. Какой-то произошел террористический акт по их гостинице. Охрана их закинула в какую-то комнату. И там они случайным образом поцеловались с языком. Заходит охранник. Он это увидел, ее телохранитель. Но сделал вид, будто бы он не увидел. И они стали потихонечку встречаться. Заниматься с Эпесом. И все, короче, влюбились. Она в него влюбилась. И он прям влюбились. Они так искренне, так по-настоящему вся эта любовь у них произошла. И секретарша ее, из ее команды, она говорит, Тамара говорит, ты сошла с ума. Какого хрена нельзя тебе быть с этим мудаком? Во-первых, он некрасивый. Во-вторых, он урод. В-третьих, он не симпатичный человек. В-четвертых, то, что он писал до этого в своих статиках, если это всплывет, это просто жопа. Нам не нужно в нашей компании будущей президентской вот такая движня. Это просто несерьезно. И так говорит, ну что ты предлагаешь? Говорит, ну я в него впарилась. Он симпотный парень. Для меня симпотный, я влюбилась в него. Она говорит, ну блин, если уж тебе его не кидануть, говорит, тогда, ну можно ему придумать имидж какой-нибудь. Мы можем стереть все данные о нем, которые были о нем. Все его статьи, чтобы всего этого не было. Приодеть, приоденем, подстричь, подстрижем. Ну, все это мы красиво сделаем. Придумаем ему какую-нибудь роль, пускай он ее выучит. Ну и вот будь у тебя такой ковбой, короче, придуманный. Да, то есть, ну, кого-нибудь наймем, они что-нибудь придумают. А она говорит, ну, ладно, рано пока об этом базарить. И все. Начинается предвыборная кампания у нее уже. И ее зовет к себе президент в свой кабинет. Она заходит, он говорит ей, слушай, подружка моя, тут такое дело, ко мне этот Аркадий Степанович приходил, он, кстати, сейчас тоже придет. И он приходит. Тот мудак-миллионер, который выкупил газету, которого она все время избегает. И он говорит, здравствуйте, все вот мы теперь увидели с вами. И президент говорит, в твоей этой эко-компании, которую ты вот это мутила, надо исключить пункт деревья, потому что на Аркадии Николаевиче, он на Аляске будет строить там свой завод, ему нужно вырубить 15 миллиардов гектаров деревьев, но с твоим законом он этого сделать не сможет. Поэтому из пункта выключаем деревья, а дальше все, ты молодец, все красиво сделала, я твою предвыборную кампанию подбадриваю и одабриваю, но надо нашим миллионерам-корешам тоже сделать по красоте. Она, короче, такая сидит. А если, говорит, я этого не стану делать? Он говорит, слушай, блин, давай ты, говорит, не лезь, в лупу не лезь, давай, делай красивое. И у нас так дела делаются. Поэтому тут без комментариев. И она, короче, такая сидит. И этот Аркадий Николаевич ей говорит, послушай меня, говорит, цыпуля, я, говорит, тоже на месте не сижу, я все знаю про тебя и про моего нового спичрайтера, этого долбоеба, говорит, из этой газетенки там моей, которая, которая, типа, уволился. И, короче, мы взломали его, мои хакеры взломали его компьютер, можешь пазырить, что он вытворяет. И она, и они включают видос ей, где он, оказывается. Эти сволочи, они могут просматривать, оказывается, можно кому-то просматривать видосы, которые находятся в наших телефонах, в наших компьютерах. То есть даже сейчас, когда у меня в руках телефон, и здесь есть камера, то кто-нибудь может просто смотреть на меня и слышать меня. И также, когда Игорек открывал компьютер, и там, короче, короче, там такой видос, Игорек открывает компьютер, и эта камера, которая на компе, его снимает и записывает. Аркадий Николаевич все это снимал и записывал. Игорек включил видео, где она выступает с какой-то речью, достал балду и начал на все это дело наяривать, как Дзюба. Но самое неприятное, что когда он закончил, и вся эта смесь, она так сильно выпроснула, что прямо на лицо попало ему, и прямо по бороде все это стекало. Неприятная ситуация, и все это на видосе. Ну, Томка с президентом это позырили, и Аркадий Николаевич говорит, будешь выламываться, то этот видос попадет в сеть. и, ну, как бы, выбирай. Она говорит, хорошо, ладно, деревья уберем. И встречается с Игорьком, и говорит, Игорек, у меня для тебя две новости. Первая новость такая, что меня шантажировали. Можешь видос посмотреть. Он увидел видос, охренел. Говорит, офигеть, как это возможно? Она говорит, да, так это возможно. Она говорит, они попросили меня, чтобы я убрала деревья с нашего вот этого проекта всего. Ну, говорит, я уберу без базара. Ну, и другая движуха, чтобы нам с тобой быть вместе, нам нужно стереть полностью твою жизнь, как бы, статьи, не статьи твои. и наймем людей, полностью твой имидж нарисуют, буквально там 2-3 месяца, и я могу официально сказать миру, что ты мой парень, потому что я тебя люблю, и мне хочется быть с тобой. Так можно замутить. Ну, она так ему все это говорит, но сама она понимает, что он такой чувак, что он так не сможет. Ну, он не такой чувак. И он такой на нее смотрит, он в шоке просто от всего. Он только что увидел видос, где он наяривает, как бы, тоже мало этого. Хорошего мало. И она это еще говорит. Он говорит, ой, Тамара, говорит, я, говорит, не знаю, я так, я так не смогу. И, говорит, ты, говорит, по поводу деревьев не отказывайся. То, что выложат видос с моей драчней, пускай. Нахрен все, пускай, говорит. Мне вообще не стыдно, мне пофигу, мне пофигу. Имидж менять, ну, блин, статьи мои все вот эти удалять, какого хрена. Давай просто, может быть, будем, я не знаю, говорит, как, ну, пипец. Она говорит, я все врубаюсь, я во все врубаюсь. И он так паник, и пошел, короче, такой, домой, сидит такой грустный. Она тоже грустная такая, просто, вся вся грусть у них. И он грустит, и она грустит, короче говоря. и она что-то была опять какая-то вечеринка, и она встретилась с премьер-министром Канады, с кем она, ну, помните, я бы рассказывал, что она с ним сосалась, там какие-то были дела, а он типа такой смазливый, полупокер. И он что-то с ней сидит, что-то с ней заигрывает. И у них речь зашла о том, что он такой, а она говорит, что это? Он говорит, ой, извини, говорит, это мой смех, ну, настоящий смех, я так смеюсь, но моя команда, там был опрос, и что не нравится людям. Людям не нравился мой смех, поэтому мне пришлось изменить свой смех, я теперь смеюсь вот так вот. Она говорит, а ну да, говорит, понятно. И такая она такая сидит, короче, и задумалась, и она и говорит ему, ну, говорит, твой вот этот смех дебильный, он, говорит, ну, он был, сынок, прикольный, он говорит, ну да, говорит, но людям это не особо, говорит, заходит по этому, ну, надо же подстраиваться под людей, надо же кем-то казаться, как бы, чтобы было все, как бы, по красоте. А она такая, ну, как бы да, как бы да. А Игорек сидит дома, волосы на себя рвет, и звонит ей, она берет трубку, и такая, молчит, он такой, алло, алло, а она такая, пип, он такой, а, ответчик, ну, типа она его пранканула, он говорит, Тамара, на самом деле, говорит, я так тебя люблю, пошло все в жопу, имидж, не имидж, статьи, не статьи, нахрен, я хочу быть с тобой, поэтому делайте там, че хотите, мне вообще по барабану, я тебя люблю, обожаю. И он вешает трубку, и она так вешает трубку, у нее слезы текут, и на утро она подходит к секретарше, и говорит, он мне позвонил, сказал, что он, ну, впишется, она говорит, о, ну, ништяк, что? Она говорит, ну, говорит, я не хочу, он говорит, не хочу, я не хочу, ну, видимо, тот разговор с премьером-министром Канады, ее как-то вот, ну, прикинь, вот, жить этой вот, этой вот, где ты не тот, кем ты являешься на самом деле, играешь роль всю жизнь, и этой участи она, видимо, для Игорька не захотела, и решила, как в любом бывает американском фильме, воздать вот эту вот истинную, как ее, жертву во имя Игоря, блядь, чушь собачья, конечно, но, но она так решила, и решила Игорьку не перезванивать. И тут начинается день Икс, мы подходим к концовке вообще нашего мероприятия, дайте я посмотрю, записывает, ой, кажется, вылез хвостик, так долго сижу уже здесь, так, все записывается, ништяк, уже на час наговорил, о, ракета едет, интересно, вам видно, ой, ракета, никогда не плавал на ракете, никогда в жизни, надо попробовать как-нибудь, класс, что за день Икс, у нее начинается предвыборная кампания, и она выходит публично, камеры, все дела, и фотографии, она говорит, всем здравствуйте, страна, всем привет, я Тамара Михайловна, и я баллотируюсь в президенты, уже официально, я могу об этом сказать, ну, что ж, во-первых, наш прекрасный, чудесный президент меня поддерживает во всем этом, и это, конечно же, замечательно, и что-то там она еще дальше бороздит, и, а у нее там текст написан, это еще постарался Игорек, вы знаете, когда, говорит, я была еще школьницей, и я тоже баллотировалась в президенты школьного совета, и я была такая идейная, и, говорит, была, и и такая замолчала, и, говорит, я даже подумать бы не смогла, бы, что в будущем я стану такой мандой, как стало сейчас, вы знаете, из-за того, что сейчас я вам скажу, видео моего парня, который дрочит и кончает себе на лицо, выложат прямо сейчас в YouTube, но я это скажу, этот тупорылый долбоеб президент, который меня уже, наверное, не поддерживает, и его команда богатых мужиков, которые и правят нашим миром, хотели вписать меня в блудняк, в который я хрен впишусь. Деревья, мать вашу, остаются, и пошли все в жопу. Поэтому я буду президентом, и мне насрать на то, как было, потому что будет все по-другому. и все это вау, 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 какого хрена. Сразу же опубликовывается видео с тем, как Игорек там наяривает эту всю елду. Игорек выходит на улицу буквально через пять минут, он уже мировая звезда, его знают все на этой планете, как чувак, у которого на лице кончита вирс, вирс. А Игорек сам в этот момент сидел в баре и смотрел по телевизору, как все это... Не обязательно было, спасибо. Чтобы не портить. Нормально все. И Игорек все это услышал, выбегает на улицу, бежит туда, где вся это была пресс-конференция, бежит своим пешком, потом пересел на самокат, потом на это вот колесо, на скейт, очень быстро продвигается, она же в свое время тоже выбежала, побежала туда к нему домой, они разминулись, он прибегает туда, она туда, его уже все знают, с ним уже хотят сфотографироваться, он ее везде ищет, в итоге приходит домой, а она уже на него, на его кровати уже его ждет. Нет, не голая, она была в футболке, они поцеловались, обнялись и засосались и поженились, и поженились. И как вы думаете, что было дальше? А дальше все, они поженились, он стал блогером, он стал блогером, снимать всякие видосы с тем, как он тусуется в Сабесе, там, где этот круглый белый стол, белый дом, штат Вашингтон, Миссачусетси, область Оренбургской Тверской губернии. И она стала прессиком, она стала прессиком. Как она эти все делишки, там, получалось, не получалось, я не знаю, как бы, как все это было, я не знаю, но об этом вы сможете узнать, наверное, в других источниках. Но мораль у этой басни есть. Подписывайтесь на этот канал, где всегда говорят только правду, только правду. На этом канале будут и есть разные передачи, очень разные передачи. И фишка этого канала теперь в том, что здесь будут постоянно разные передачи. Зрителям многим этого канала нравится шоу «Вопросы за бабоса», «Бобосы за вопросы», «Вопросы за...» В общем, там, где я вопросы задаю, и плачу за них бабоса. Да, да, это шоу будет выпускаться возможно раз в неделю, а возможно раз в две недели, а возможно раз в месяц. Поэтому следите за тем, выпустилось оно или нет, кому оно нравится. Но помимо этого шоу будет выпускаться и другие передачи, и не до передачи, которые иногда мне хочется записать и опубликовать. В этом и есть вся моя правда. Сегодня мне захотелось сделать это, а завтра мне захочется не сделать это, а сделать вот это сечать и вы это увидите. А если вы не хотите на это смотреть, не смотрите, я вас не заставляю. Это лишь то кино, которое нравится снимать мне и да будет щупакабра, и да будет так все, меня пригрело, пригрело, однако, вставлять, время уже 4, 4, 4, 4, 4, 4 часа. Итак, погнали. Все, я погнал. Евгений Ширяйе продукцию, паралл+. Паша, паралл2, вставлять, паралл+, паралл-м // паралл! паралл . параллсм // камересида паралл-м // Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА